Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Диас Неспаев. Судоперевод Оксана Отечко и коротко о главном в сегодняшнем выпуске. Новые инвестпроекты и развитие сельского хозяйства. Глава региона провел расширенное совещание с акимами районов. Какие поручения дает Кумар Аксакалов? С января увеличился размер государственных пособий. В департаменте труда и социальной защиты населения напомнили, кого коснулись изменения. Добрые будки для бездомных собак. Акция объединила сотни участников, которые помогли приютам для бездомных животных. Президент принял министра внутренних дел Марата Ахмеджанова. Президенту был представлен отчет о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период. Косможи Марта Тукаева проинформировали о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, позволивших существенно снизить количество убийств по стране. Усилена работа по раскрытию краж и скотократств. По словам министра Марата Ахмеджанова, благодаря изменению подходов к противодействию организованной преступности с акцентом на устранение причин и условий для их существования и источников финансирования, были задержаны 24 лидера и 114 членов организованных преступных группировок. Главе государства сообщили о принимаемых мерах по борьбе с киберпреступностью. В рамках реализации комплексных мер по противодействию интернет-мошенничествам, компаниям, сотовых связей заблокировано 5,5 миллионов звонков с подменных номеров. Министерством внутренних дел ликвидировано 6 ОПГ и пресечена работа 165 сайтов с признаками мошенничества. По итогам встречи президент отметил приоритетность реализации мер по профилактике и оперативного реагирования к любому проявлению бытового насилия, интернет-мошенничества и преступлений в сельской местности. Глава государства поручил принять организационные и законодательные шаги в этом направлении. Также он обозначил перед руководителем ведомства ряд задач по обеспечению дорожной безопасности и правопорядка в стране. Премьер-министр Алихан Смаилов провел пятое заседание Совета отечественных предпринимателей, на котором рассмотрены актуальные вопросы развития горно-металлургического комплекса. Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев сообщил, что Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам полезных ископаемых. В этой связи для повышения конкурентоспособности ГМК в ближайшие годы будут приняты меры по восполнению минерально-сырьевой базы, упрощению и автоматизации бизнес-процессов на единой платформе недропользователей, углублению переработки базовых металлов до готовой продукции и так далее. Премьер-министр подчеркнул, что планируемые государством меры и конструктивные предложения бизнеса по развитию отрасли будут отражены в отраслевых концепциях на предстоящий пятилетний период. При этом он отметил необходимость четко прописывать целевые показатели и индикаторы с привязкой к конкретному времени их реализации. В ходе заседания представители бизнеса и экспертного сообщества подняли вопросы дальнейшего развития геологической отрасли и недропользования повышения инвестиционной привлекательности ГМК на угол обложения, цифровизации, транспортного обеспечения и внедрения новых экологических требований. Депутат Сената Парламента Сергей Карплюк посетил Кустанайскую детскую областную больницу, где остро стоит вопрос ремонтных работ. На встрече подрядчики и заказчики объясняли причины задержки реконструкции объекта. Каждый озвучил проблемные вопросы, но сошлись в одном – работу надо завершить в ближайшие полгода. Ремонт детской областной больницы Кустаная затянулся. Его начали еще летом 2020 года. Сегодня здание пустует, всех маленьких пациентов перевели в корпус других медицинских учреждений города. Чтобы разобраться в ситуации с затянувшимся ремонтом, в Кустанай прибыл депутат Сената Сергей Карплюк. На встрече присутствовали представители подрядной организации, депутаты областного маслехата и управления здравоохранения. Вы мне, пожалуйста, это письмо дайте копию по Министерству финансов. Я завтра, будучи в Астане, уточню, на какой стадии этот вопрос. Мне будет проще это сделать. Если со стороны администратора все вопросы решаются, почему вам сейчас... Потому что если не будет корректировки, вы же сами понимаете, вы опять не сможете ничего закончить. А это... Вы сейчас будете только задерживать корректировку проекта. Если не предоставите документацию, чтобы посчитать реальную стоимость выполненных и оставшихся работ. Лемонт детской областной больницы на сегодня выполнен на 85%. Завершит работы тот же подрядчик. Предстоит корректировка проекта. Составление новой сметы. Решать придется целый ряд юридических вопросов. Мы уже все здесь собрались. Депутаты, сенаторы специально приехали. На контроле у Вакимова области вопрос-то. Люди ждут. Вы же знаете, какая ситуация. Не будем искать виноват. Давайте быстро сделаем. Друг другу на встречу пойдем, не говоря о статусе. Я гарантирую, что с вами заключим договор. Дайте под это документы, дайте и сделаем. Давайте через кофе мы примерно можем. К лету можем уже? Да, здесь вопрос того, что проектировка пойдет, это займет еще 45 дней. Сергей Карплюк и депутаты областного Мастехата обещали посодействовать в разрешении ситуации с затянувшимся ремонтом. Работы в детской областной больнице планируют завершить в первой половине этого года. Айдана Папанина, Олжас Ясенжигитов, телеканал Кустанай. Планы по строительству жилья, инвестпроектам и ремонту дорог представились сегодня Акимы шести районов области. В ходе селекторного совещания с докладами выступали Акимы Кустанайского, Мендогоринского, Наурзумского, Сарокольского, Узумкольского и Федоровского районов. Аким области Кумар Аксакалов дал ряд поручений. Подробности в следующем сюжете. Сегодня Аким области продолжил заслушивать Акимов регионов по развитию территорий. Кумар Аксакалов акцентировал особое внимание на качестве проектов. И тех, которые уже реализовали, и тех, которые запланированы. Одним из первых с докладом выступил Аким Мендогоринского района. На 2023-2024 годы запланирована реализация 18 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, переработки, торговли и туризма на общую сумму 19,9 миллиардов тенге. С созданием 164 рабочих мест. В том числе в 2023 году 14 проектов на сумму 13,6 миллиардов тенге. С созданием 103 рабочих мест. В ближайшие два года планируется создание двух МДР. На общую сумму 16 миллиардов тенге. Создание 119 постоянных рабочих мест. В том числе строительство молочных товаров для первых сельево-молодежных. Проектная мощность 1200 грн. В Дониктору 14 тысяч тонн молока в год. Создание 69 рабочих мест. Стоимость проекта порядка 9 миллиардов тенге. Инициаторы ТО и Симаран. Проект включен в каждую поддержку Акиммальской области. Выделен земельный участок общей площадью 18 гектаров. В 4 квартале 2022 года проведены земные строительные работы. Разработчик проекта. Проектная дружба на Бабы. Город Казахстан. Финансирование через Банк развития Казахстана. Ну и что там? Какая ситуация сейчас? Ситуация была в декабре, где-то 25 числа. Уверен с 99% по открытию финансирования данного проекта. Ну, 99% это что означает? Документы приняли, рассмотрелось. Было заседание кредитного комитета. Значит, есть положительное заключение. Ну, в какой стадии я хочу уточнить? Было полностью заседание кредитного комитета. То есть, данная заявка полностью удовлетворена. Сейчас окончательное решение – это доработка. Проискансирование документации. Их в план консирования уже включено. При получении КСД полностью открыто. В КСД «Зеленая горошка». В Федоровском районе в текущем году реализуют 6 инвестиционных проектов. Строительство телятника на 350 голов, строительство канифермы на 200 голов и 4 зернохранилища ангарного типа на 6,5 тысяч тонн. С созданием 24 рабочих мест в данный момент ведутся строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию до конца 2023 года. Также в районе имеются 4 молочные товарные фирмы у нас. В этом году будет начать строительство еще 2 молочные товарных фирмы. Это Туо Беркут. Проработка пошла. Проект заканчивается. Подбор оборудования – это елочка. И сейчас из сементарской породы, наверное, будем переходить на защитную фринскую породу. Начало строительство монтажных работы в мае месяц текущего года. Данный проект – это полжатора на сумму 9,9 миллиардов тенгель. Это через банк Европейский, банк Европейский, создание 45 рабочих мест. Мы по данному проекту земельные участки все выделили, все согласования провели. Ремонт дорог в районе находится на особом контроле местных исполнительных органов. Так, по итогам 2023 года доля внутрипоселковых дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составит 56,2%. Для поддержки уличной сети товаропроизводителями района производится профилактика дорог с добавлением щебня ежегодно более 10 километров. В селе Чистый Чандак, Туо, Турар, будет завершено асфальтирование улицы Турара-Рыскулова общей протяженностью 2,2 километра. При посещении районов, еще раз приму ваши планы, это произойдет в ближайшее время, отработайте. Многие возможности сегодня, они так и до сих пор не раскрываются. Я не услышал и не увидел. Исправляйте. По словам Акима области, все проекты, внедряемые в регионах, в конечном итоге должны отразиться на улучшении качества жизни жителей районов. Этого принципа нужно придерживаться во всем. Госзакупки, проекты по развитию сельского хозяйства, строительство жилья, дорог и водоснабжения сел. Подытожил глава региона. Диасна Спаев, Руслан Джабаев, телеканал Костанай. С 1 января 2023 года в Казахстане увеличатся размеры пособий в связи с изменением расчетных показателей в бюджете на будущий год. Изменения коснулись и государственных пособий семьям, имеющих детей. Размер выплат по сравнению с прошлым годом был увеличен на 8%. К апрелю этого года они будут проиндексированы на 4%. Подробности. Все государственные выплаты устанавливаются для семьи в индивидуальном порядке. В расчет берется общий доход родителей и ее социальное и материальное положение. По такому же принципу начисляется единовременное пособие за рождение ребенка. Оно, к слову, также было увеличено. Теперь за рождение первого, второго и третьего ребенка семья получит 131 тысячу тенге за появление на свет четвертого члена семьи 217 тысяч. Для поддержки семьи с детьми на сегодня предусмотрены 6 видов государственных пособий и выплат. Все они, вот размеры государственных пособий для семьи, имеющих детей, они устанавливаются у нас в зависимости от величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя. Вот в текущем году, вот с 1 января 2023 года, в связи с изменением размеров и прожиточного минимума, и месячного расчетного показателя, размеры наших пособий были повышены. То, что касается вот одного из видов пособий, это единовременное пособие на рождение ребенка. Он у нас выплачивается в зависимости от рождения количества детей, в зависимости от количества детей дифференцировано. Например, на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 131 тысяч 100 тенге. Это 38 месячных расчетных показателей. На четвертую и более ребенка 217 тысяч 350 тенге, то есть 63 месячных расчетных показателей. Также были увеличены пособия по уходу за ребенком. Его могут получить неработающие мамы. Здесь все тоже предельно индивидуально. Выплаты начисляются, исходя из количества воспитываемых детей в семье. На первого ребенка более 19 тысяч, в семье, где детей более 4, свыше 30 тысяч. Также изменились и сроки действия пособия. Семья сможет получать выплату полтора года с момента рождения ребенка. Это новшество распространяется для всех мам, родивших в 2022 году. То, что касается пособий по уходу за ребенком до 1 года, неработающие мамы получают данный вид пособия с республиканского бюджета в размере, в зависимости от количества детей. Начиная, например, по уходу за первым ребенком 19 тысяч 872 тенге и по уходу за четвертым более ребенком 30 тысяч 705 тенге. Работающие мамы получают социальную выплату из Государственного фонда социального страхования в размере 40% от среднемесячного дохода за последние два года до рождения ребенка. Средний размер социальной выплаты из Государственного фонда социального страхования составляет 44 тысячи тенге. И здесь хотелось бы отменить, что в рамках исполнения послания президента периоды выплаты пособий были продлены до полутора лет. То есть действующим получателям с 1 января 2023 года периоды выплаты пособий были продлены до полутора лет. До 2020 года пособие для многодетных родителей было одинаковым. Сейчас размер выплаты зависит от количества детей из семьи. С 1 января 2023 года объем выплаты многодетным семьям также был увеличен. Семья с четырьмя детьми получит более 55 тысяч тенге. С 8 и более выплата составит свыше 100 тысяч тенге. В нашем регионе это пособие получает более 7 тысяч многодетных семей. До 2020 года размеры пособия, наши многодетные семьи получали пособия в одинаковом размере. То с 2020 года размеры его дифференцируются в зависимости от количества уже детей. В среднем по 4 МРП на каждого ребенка это на сегодня порядка 14 тысяч тенге. То есть, если семья имеет четырех детей, то размер его пособия с 1 января 2023 года составит 55 тысяч 304 тенге. Для семьи с 5 детьми 69 тысяч 138 тенге. С 6 детьми 82 тысяч 973 тенге. Получателем данного вида пособия по нашей области является 7,5 тысяч у нас многодетных семей. Выплаты увеличены для многодетных матерей награжденными подвесками Алтын-Алка и Кумы-Салка. Вне зависимости от семейного дохода им положена пожизненная выплата в размере 6 МРП. Это 22 тысячи тенге. Это пособие в области получает свыше 5 тысяч мам. Дмитрий Муштанов, Радулет Абдуахитов, телеканал Костанай. С каждым годом количество сотрудников лесного хозяйства становится меньше. Эта тема сегодня на повестке дня у сенаторов. Чтобы решить эту проблему, они предложили увеличить заработную плату сотрудников лесного хозяйства, а также рассмотреть вопрос об обновлении материально-технической базы в регионах. Если мы хотим сохранить природу Казахстана, сегодня мы должны улучшить положение лесников. Тушение лесных пожаров в первую очередь входит в обязанности лесников, так как сотрудники ЧАЭС обычно приходят на помощь лишь в случае большого пожара. Вместе с тем до прибытия такой помощи лесникам не хватает имеющегося материально-технического обеспечения и численности сотрудников, чтобы не допустить распространения огня. Все мы знаем, что последствия пожара приводят к непоправимым потерям. Работники пригородного лесного хозяйства рассказывают о накопившихся проблемах. Техника, с которой они работают, исправно, однако требует обновления. Они уверены, это поможет не только улучшить качество работы, но и создать лучшие условия для молодых специалистов, которые осваивают все тонкости сферы лесного хозяйства. Площадь нашего лесного хозяйства более 16 тысяч гектаров. У нас работают 29 сотрудников. Хочу сказать, что с техникой у нас проблем нет, однако дефицит кадров был. В основном это было связано с нашей заработной платой. Но в ноябре 2022 года нам её подняли до 40%. С наступившего года планируют повысить ещё на 21%. Надеемся, что благодаря этому у нас появится много молодых специалистов, которые будут работать с ещё большим интересом к своей работе. Работа питомников – одна из важнейших отраслей лесного хозяйства. Этой сфере уделяется особое внимание. Анатолий Маркетан, который уже на протяжении немалого времени возглавляет питомник, считает это дело одним из основополагающих. Сам питомник у нас является базисный, постоянный лесной питомник. Общая площадь – 88 гектаров у нас. Но именно продуцирующая, это та, которая непосредственно выращивает, где выращивает, составляет 14 гектаров. У нас были обследования почвы, выявленные, на которых можно производить посадку леса. То есть мы непосредственно входим в 2 миллиарда, то есть носим в лепту вот эти в 2 миллиарда. То есть не только, говорю, всемиризерка, басаман, но и наш лесхоз непосредственно у себя садит. Лесное хозяйство – это важнейший инструмент охраны природы. Поэтому создание комфортных условий для работников лесного хозяйства является одной из приоритетных задач. 7 января Казахстан встретит праздник мира – Рождество Христово. Рождественское богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января. В Рождественскую ночь и во все дни святок в храмах Казахстана будут совершаться молитвы о восстановлении мира, искоренении ненависти и умножении любви. Главной традицией празднования Рождества Христово являются добрые дела. Рождество богато древними традициями, обычаями и символами. Этот светлый праздник способствует сохранению духовных и моральных ценностей. Рождество – это символ обновления мира, торжества добра и справедливости, милосердия и искреннего внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе. Теплый дом для четвероногих друзей. Костанайские школьники приняли участие в акции «Добрые будки». Их они смастерили для бездомных собак и передали приютам. Бауржан Бектасов работает учителем художественного труда на протяжении 20 лет. Со своими учениками он создал немало изделий. Принять участие в акции отозвались незамедлительно. Построить будку, казалось, дело простое, но кропотливое. После того, как мы выбрали материал, ребята приступили к работе. Так как они ученики 11 класса, они уже все знали, как пилить, как строгать, как размечать. Я только немного корректировал и смотрел за соблюдением правил техники безопасности. Ну, в течение недели почти что ребята все это сделали. К работе отнеслись соответственно и с большой охотой. Будка была метр на пять, она небольшая была. И для 11 класса полная разрешимая задача была. Вадим Осетров и Максим Золотарев посетили приют, которому передали свой труд. И решили проведать нового жильца. Тому, кто теперь обживает их будку, ребята безмерно рады. Главное, считают они, у бездомного хаски теперь есть свой теплый и уютный уголок. И впредь он будет защищен от суровой погоды. Здесь находится наша будка, которую мы делали для собак. Очень приятно осознавать, что наше сооружение помогло собаке, помогло обрести ей дом. Теперь она может находиться в тепле и уюте. Здесь, в месте, где за ней ухаживают. Смотря на это, очень становится тепло на сердце. И приятно создавать, что я смог помочь животному и внести свою лепту. Процесс трудоемкий, занял примерно плюс-минус неделю. В общем, зная, для какого это дело, это приносило только удовольствие. Потому что для нас это несложно, а для кого-то это может спасти даже жизнь. В данном приюте находится порядка 150 собак. И каждому нужно уделить время, позаботиться. По словам сотрудников, подарок учеников в виде новой будки стал прекрасным подспорьем для меньших братьев. В холодную погоду они не будут мерзнуть и будут находиться в комфорте. Ребята сделали по-настоящему классные будки, которые нам непосредственно помогают. Помощь была очень кстати, потому что именно в этот момент у нас поступило больше 50 животных одновременно с пожаром. То есть это Аман-Карагай, Аули-Куль и так далее. Это была огромная помощь, потому что мы не успевали строить вольеры. И как раз в будке это было то тёплое место, где они находились после пожара. А большинство животных у нас находилось достаточно долго, проходило лечение. Самое необходимое привозят и привозили лежанки, цепи, поводки, корма, корма для щенков. Школьники планируют помогать бездомным животным и дальше. В планах смастерить ещё более комфортную будку, чтобы питомцы, которые проходят лечение, смогли быстрее идти на поправку. К этому часу у меня всё. До встречи в следующем выпуске новостей.